В прошлом году объемом потребления голубого топлива в стране превысили 15 миллиардов кубометров. В будущем, как я уже говорила, в Казахстане хотят нарастить добычу газа. Для этого Казтрансгаз планирует строить новые газоперерабатывающие объекты. В целом, если говорить о развитии газовой системы страны, аналитики назвали эту отрасль самым прибыльным активом нефтегазового сектора. Только за последние пять лет инвесторы вложили в развитие газотранспортной системы Казахстана и создание новых транзитных маршрутов 1,124,000,000 тенге. Что это дало? За это время на 23% увеличилась протяженность магистральных газопроводов. Сегодня это крупнейшая сеть в Центральной Азии. Что касается газификации, в этом году уровень обеспечения регионов топливом приблизился к 50%. На сегодняшний день им пользуются больше 9 миллионов казахстанцев. Газифицировано 48 тысяч предприятий. Газ гораздо более экологичный и экономичный вид топлива и рост его потребления, рост его доли в топливном балансе, безусловно, положительно влияет. С одной стороны на экологию и качество жизни граждан страны, а с другой повышает конкурентоспособность и энергоэффективность экономики страны. Важно отметить, что при этом растет и энергетическая и экономическая связанность регионов Казахстана. К другим темам. Почти на 4% увеличится рост экономики Казахстана в 2020 году. Такой прогноз дают аналитики Азиатского банка развития. Что касается Восточной Азии, лучше по расчетам начнет развиваться экономика Китая. Рост составит порядка 6%. К слову, динамика может ускориться, но это при условии, что страна наконец-то достигнет торгового соглашения с США. А теперь о мировых новостях. С июня следующего года США и Канада, а также Мексика смогут торговать свободно. Соответствующие поправки по трехстороннему соглашению представители стран подписали в Мехико. Новый договор предусматривает правила, согласно которым участники сделки смогут получить доступ на внутренние рынки трех государств. А также усиливает защиту труда, окружающей среды и интеллектуальных прав. После подписания изменений документ должен пройти ратификацию в парламентах стран. Напомню, работа над пересмотром положения североамериканского договора о свободной торговле началась еще в 2017 году. И была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин в Соединенных Штатах в отношении Канады. Между тем, Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку. Она осталась на уровне от 1,5% до 1,75% годовых. Решение это было непростым. Его приняли после трех заседаний. Результат переговора совпал с прогнозами большинства финансовых аналитиков. Напомню, в июле ставка в Штатах была понижена сразу на 25 базисных пунктов. Случилось это впервые за последние 10 лет. После этого ФРС еще дважды принимала решение ослабить монетарную политику. И напоследок традиционно новости с казахстанской фондовой биржи. На это утро курс доллара составил 386 тенге 3 тена.